здравствуйте друзья очень интересный вопрос был сегодня задан на форуме при сайте залив . орг там молодой человек спрашивает вот ему приходится видеть людей с довольно странным на его взгляд поведением эти люди подписывают бумажки которые дают не читая вот какой-то ну допустим вот я страхование когда работал и это страховой контракт тот человек должен подписать и он подписывает и я тоже видел людей которые не читают в основном я бы сказал что никто не читает в основном но иногда находится очень въедливые люди которые читают я я хочу только сказать вот чё люди которые читают все равно ничего не понимают в этом контракте это очень специфический очень сложный документ и я хочу сказать что будучи там агентом но скажем там сколько семь лет в итоге я занимался страхованием агентом брокером очень часто были такие вещи которые я например понять не мог более того когда я просил мне объяснить там вот те кто должен был бы понимать они тоже не понимали это сложный юридический документ который составляется на основании тысяч юридических каких-то кейсов судебных каких-то процессов там и так далее это нужно быть адвокатом специализирующимся в этой области там и так далее тогда чтобы понимать вообще что это говорит и я помню был один дядька и какой-то бизнес он у меня страховал американец и он все никак понять не мог я ему объяснял я я как-то понимал но но он в общем он кончилось тем что он через весь контракт вот так написал наискосок через всю эту бумагу он написал я этой ерунды понять не могу но доверяю майклу сказал он и вот значит на этом все закончилось то есть когда человек въедливый читает предложенный ему там на подпись контракт он должен просто понимать насколько он состоянии понять что там написано почему очень многие люди подписывают не читая потому что ну либо они доверяют есть люди наивные вы можете в самой отвратительной грязной среде где вот куда ни посмотреть всюду вирус какой-то мерзкий и они при этом очень доверчивы а есть люди которые самые чистые среди ходят и думают что все вокруг жулить это никак не связано с их личным там опытом жизни ну вот как-то так как факт жизни надо принять но большинство людей которых я видел они подписывают не глядя либо по наивности либо они понимают что все равно ничего такого там ну они вычитать не могут и даже если они понимают что там какой-то кидалово может быть ну а как а как понять где кидалово что кидалово когда ты имеешь дело с профессионалом со специалистом он всегда больше тебя понимает поэтому например в соединенных штатах есть такая форма страхования раз может о страховании говорили когда специалист стара страхуется на предмет совершения какой-то профессиональные ошибки или например какого-то такого неэтичного действия там вот он что-то должен был сказать и не сказал а это было важно потом это вылезло и вот его его теперь судят в споре профессионала в конфликте профессионала и непрофессионала суд признает виновным профессионалом у профессионала у специалиста который берет деньги за то что он дает какое-то знание свое профессионально использует это может быть риэлтор это может быть страховой агент это может быть врач архитектор и так далее значит эти люди могут оказаться под судом и суд будет не на их стороне если только они не докажут что там все почти по честному и так далее то есть если ситуация непонятна это виноват специалист уже он обязан был сделать то что от него требовалось сделать и он в суде будет доказывать что то что требовалось он да сделал он должен иметь кучу бумажек подписанных там и так далее а тот который значит оказался пострадавшим он там будет а я подписывал не глядя я же не читая подписывал ничего ему скажет мужик значит надо было прочитать не можешь прочитать надо было нанять адвоката который бы тебе прочитал и рассказал вот в суде так произойдет но но надо подписывать поэтому от вас хотят эту подпись трудно потом от своей подписи отбиваться на основании того что я не понимаю что я делаю не понимаешь значит возьми кого-то но по факту да по факту большинство людей вот так такие либо доверчивы либо не не пытающиеся делать то в чем они заведомо понимают что они не разбираются но при этом безусловно есть какой-то уровень доверия если бы они понимали что они сейчас подпишут а дальше их разденут до нитки может быть да наверное они бы либо не подписывали либо кого-то позвали с собой кто значит отвечает там за базар вот но так что я не вижу этом ничего странного это очень массово и для меня например гораздо более странно когда человек который не в состоянии понять ничего написанного вдруг начинает там часами он цепляется к той букве и к этой букве и тогда я это скорее даже стрессом каким-то объяснял я видел такие вещи при подписании контрактов купли-продажи недвижимости вот такое вдруг человек что-то такое начинает переживать и лихорадочно хватается туда-сюда и ему часами вот эти вот риэлторы объясняют вежливо так и все а он нервничает ругается думает что его сейчас тут обманут или там обманут это уже такое как бы вот из моих наблюдения тоже когда признак стресса какого-то счастливо